На календаре 23 февраля. Это значит, что в нашей стране и на просторах постсоветского пространства отмечается один из главных и любимых праздников года – День защитника Отечества. В эту важную дату мы вспоминаем подвиг героев Великой Отечественной войны, говорим слова благодарности ветеранам и военнослужащим, поздравляем всех мужчин, потому что каждый из них готов защищать то, что ему дорого – свою семью, дом и родину. В нашем городе День защитника Отечества и Вооруженных сил принято отмечать множеством различных мероприятий, а начинается он традиционно с торжественной церемонии на святой земле Брестской крепости. К вечному огню шли сотни людей, чтобы отдать дань памяти и возложить цветы. Среди них и представители областной и городской вертикали власти, ветераны и духовенства, а также общественные и молодежные организации областного центра. Память погибших почтили минутой молчания. Завершился митинг маршем воинов Брестского гарнизона. Я хочу поздравить всех мужчин с таким замечательным праздником. Ждем Днем защитника Отечества и прежде всего тех, кто действительно защищает сегодня наше Отечество. Как-то все более значимый становится этот праздник ввиду вот такой обстановки вокруг нас. И такое замечательное пожелание мирного неба над головой становится таким актуальным. Так начинаешь ценить мирную обстановку у нас в стране и, конечно, то, что наши мужчины нас защищают. Здоровья вам крепкого, прежде всего. Уверенности в завтрашнем дне, которое вы дарите и себе, и нам. Любви, тепла, счастья, бодрости, отличного настроения. Я хочу из всей души поздравить всех наших мужчин с праздником Днем защитника Отечества. Пожелать здоровья, благополучия, бодрости, духа, крепости духа, мудрости и всего-всего самого хорошего. И мирного неба нам головой нам всем. После митинга в сенах Брестской крепости состоялась торжественная линейка, посвященная Дню защитников Отечества. Ее главные участники – юноармейцы. Традиционно, в честь важной даты, лучшие из лучших представителей мемориальных отрядов получают заслуженные награды. Это мероприятие традиционно у нас уже проводится 20 лет. Каждый год, 23 февраля, военный комиссар Брестской области, мы активно сотрудничаем, чествуют 25 лучших представителей мемориальных отрядов, школ, которые занимают призовые места и входят в десятку сильнейших. Юноармейцем может быть только учащийся средних школ города Бреста, гимназии, лицеев, которому исполнилось 14 лет и который имеет допуск врача, который изъявил желание записаться в мемориальный отряд, который имеется в каждом учреждении образования, проходит там курс подготовки и затем заступает на городскую вахту памяти. Как правило, это лучшие представители, самые активные учащиеся школ города. Вахта памяти – одна из неизменных составляющих мемориала «Брестская крепость-герой» с 1972 года. За это время более тысячи юных брещан отдали дань памяти и уважения воинам, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Вы сегодня по праву считаетесь настоящими защитниками Отечества. Та выправка, то мастерство, которое вы показываете в ходе выполнения своих задач, вызывают восторг и восхищение всех – и воинов Брестского гарнизона, и гостей нашей Брестской крепости. И я знаю, чем это достигается. Я так же, как и вы, чуть больше 30 лет назад тоже был таким же юно-армейцем, стоял на посту памяти. И знаю, что это за подготовка, когда в дождь, в холод, необходимо тренироваться, стоять у вечного огня. Это дорогого строя, и это вызывает уважение к вам. Я хочу пожелать вам всем успехов в учебе, мира и добра, и еще раз праздник для вас. В дружных рядах юно-армейцев плечом к плечу стоят юноши и девушки. Если первые защитники по своей сути должны быть сильными по определению, то представительницам прекрасной половины человечества, конечно, бывает непросто. Однако эти и другие к делу подходят ответственно и стараются сделать его максимально хорошо. В мемориальный отряд своей школы я пришел в девятом классе. Вообще, это получилось спонтанно. Я не планировал даже туда приходить. Но один раз, побывав в крепости, в один из разов побывать в крепости, я увидел мемориальный отряд. Я увидел ребят, которые идут в красивой парадной форме, заступают на пост, и это тронуло до глубины души. В девятом классе я первый раз заступил на пост номер один. Сейчас я являюсь начальником мемориального отряда своей школы. Заступаюсь сейчас в третий раз, имею знак поста памяти, медаль за заслуги в юно-армейском движении. И сегодня мне вручили грамоту. Очень символично было получить награду именно в праздник 23 февраля. Ведь это праздник защитников Отечества, тех, кто с достоинством хранит память воинов, погибших в боях за Брест, за нашу Родину. И, наверное, в школах мы также ведем огромную работу по подготовке наших отрядов. Я, как человек, который никогда не стояла на посту, очень захотелось мне все-таки в этом поучаствовать, вложить какой-то свой вклад в это. И поэтому я пришла в отряд поколений, чтобы также отдать эту дань воинам, погибшим в боях за Брест. Я хочу, чтобы молодое поколение помнило тех людей, которых осталось уже очень мало, которые ценой своей жизни позволили нам сейчас жить в мирное время под светлым небом и не знать, что такое ужасы войны.